14 мая, в канун Международного дня семьи, в Минске подвели итоги конкурса социальных технологий в защиту семейных ценностей за жизнь. В торжественном мероприятии приняли участие представители Минго-Располкома, Белорусской Православной Церкви, Национальной Академии Наук Беларуси и Международного благотворительного фонда «Семья Единения Отечества». Семейные ценности – это не строй материалы, это искренняя позиция, это убеждение. И только то, что ты очень любишь и ценишь, ты можешь внедрить в жизнь. И, конечно, вот это горение, любовь к семейным ценностям, к нашим традиционным понятиям, которые, к большому сожалению, в Европе, мы видим, рушатся, как карточный домик. Они были критериями отбора победителей. Оригинальность, свежесть и в то же время любовь к фундаментальным семейным ценностям. «Христос, воскресе и смерти! Смерти и смерти поправ! Смерти и смерти поправ! Смерти и смерти поправ!» Бурской вокальный ансамбль «Благовест» издательство белорусского экзархата своим выступлением настроил присутствующих на духовный лад в соответствующей миссии конкурса и атмосфере события. «Христос, воскресе! Моисе, воскресе!» Этот конкурс признан защитить семейные ценности, возродить и поддержать традиции. В этот день дворец детей и молодежи распахнул свои двери, чтобы в торжественной обстановке отметить работы тех, кто готов менять жизнь к лучшему, поддерживать институт семьи, помогать его преодолевать трудности. «Я думаю, что для белорусского общества и для государства сегодня одна из актуальнейших проблем – это сохранение традиционных ценностей семьи. Мы знаем, что рушились государства и империи, а семья из глубин веков до наших дней дошла. Хотя сегодня вы знаете, что на Западе имеются разные оценки, и сегодня Евровидение как раз показало результат, который не разделяется большинством нашего общества. Я хотел бы подчеркнуть особенно ту деталь, что согласно нашим опросам Института социологии Национальной Академии Новых, сегодня более 80% экстракций, это постоянный показатель, поддерживает ценности традиционной семьи. Тогда, когда в Соединенных Штатах сегодня, по некоторым данным, две трети разделяют однополую любовь и так далее, и так далее. Поэтому вот то, что сегодня делает Национальная Академия Наук вместе с обществом «Семья, Единение, Отечество» – это то, что сегодня определяет жизнь нормального государства и нормального общества. Привлечение широкого общественного внимания к осуществлению социальной политики, направленной на укрепление Института семьи, увеличение рождаемости, сокращение количества искусственных абортов, формирование позитивных семейных ценностей – вот основные цели, которые ставили организаторы конкурса. Подведение итогов конкурса «За жизнь», который проводился в городе Минске совместно с Белорусской православной ассоцией и комитетом по труду и социальной защите Мингородского полкома. В этом конкурсе участвовали все желающие, представляли свои проекты, которые уже работают и приносят какие-то результаты. Все проекты были представлены на конкурс до определенного срока. Основной критерием был, чтобы этот проект приносил больше пользы, большему количеству людей, чтобы он был инновационным и чтобы он был примером для всех остальных. Песня «За жизнь» Мы честуем тех, кто в свое свободное время по велению сердца, по призыву Божию несет вот это благородство своей души другим людям и помогает другим людям в их жизни, чтобы сложности, которые у нас встречаются, а их достаточно много в нашей жизни, вместе преодолевать во славу Божию. Я хотел бы сказать, что сегодня перемогли мы все. Нас стало больше. И треба сделать еще, как нас было еще больше недели с половой, а было 15-20, означая наш президент. Треба, чтобы белорусов было 30 миллионов, тогда мы будем вельми добро обозначены на европейской просторе. Когда-то Архимед сказал, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Вот эта точка опоры найдена. И надо открывать секрет. Семья. Семья, которая рождает, воспитывает и общество предоставляет человека с нормальной совестью. Человека духовного. Я просто необычайно рад, вот только что в хулуарах позвучала цифра, пока мы с вами тут сидим. 9 тысяч семей многодетных в городе Минск. То есть их не дотягивало, не дотягивало, но специалисты сказали, наверное, вот-вот, вот в эти минуты, в эти дни 9 тысяч многодетных семей в городе Минске. ПЕСНЯ Конкурс стартовал в начале этого года. За это время члены жюри рассмотрели более 80 проектов. Предложенные на конкурс материалы представляли собой реализованные на практике творческие работы, проекты, презентации и образовательные программы. В своей работе, в своем фильме мы показали, как работают инструктора по лечебной физкультуре. Не только с ходячими больными, так же с больными колясочниками, но и, естественно, что не оставляем без своего внимания и заботы лежачих больных. И поэтапно в своем фильме мы показали, как идет эта работа, как она строится у нас. Ну а также попутно показали, какое настроение у наших проживающих, как они проводят свое свободное время. То есть у нас в фильме показано, как люди женятся, замуж выходят, объединяют. Ну, наверное, вот наша работа объединить людей, отвлечь их от асоциального образа жизни. Потому что не секрет, что к нам попадают очень много людей, которые вели асоциальный образ жизни. В общем, стараемся делать все, чтобы эти люди чувствовали себя нужными обществу и вели такой приятный образ жизни. Награждение проходило в десяти номинациях, среди которых наука, просвещение, помощь, акушерство, защита, горчество. Мы представляем наш проект по грудному вскармливанию. Грудное вскармливание – это, можно так сказать, база, залог здоровья ребенка. Мы знаем, что здоровье государства кроется в здоровье каждого отдельного ребенка. Поэтому к этому вопросу мы подходим очень серьезно. Как говорится, береги здоровье с молоду, а лучше – пеленов. Поэтому наш роддом пропагандирует грудное вскармливание. Грудное вскармливание – это здоровье, это иммунитет ребенка, это контакт психологический с матерью. Мы подходим к этому вопросу разнопланово. Мы работаем с женщинами, беременными. На базе нашего роддома функционирует школа будущих мам, где мы активно рассказываем о грудном вскармливании. Мы ведем активную работу с врачами и младшим медицинским персоналом, с врачами и женским консультацией. На базе нашего роддома функционирует кафедра, которая активно нам помогает в этой работе. И вместе мы боремся за здоровую и просветающую Беларусь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Государственное учреждение психо-неврологический дом-интернат для престаревых маринов в полметре города Минска. Проект «Братва красного плена». Оказание социального сопровождения, уязвимый групп и оказание взаимопомощи. Товарищи полковник, это работа всего моего коллектива. Это забота о тех, кто сегодня не может сам за собой ухаживать. Большое всем моим работникам спасибо и присутствующим здесь поздравляю, кто получил награды. Низкий вам спасибо. Машина Ирина Викторовна, Шанчора Вероника Николаевна, троих детей и молодежных районов города Минска, советских на проекте «Братва красного комбинация». Ирина Викторовна, героиня Ивановна, является автором программ «Проекта федератических рекомендаций по организации работы с семьёй». Семья – фундамент общества, а традиционные семейные ценности – ключ к решению многих социальных проблем. Прошедшее мероприятие показало, что эту истину осознают и поддерживают представители различных слоёв нашего общества, а это вселяет надежду на светлое будущее нашей страны. В основе семьи, каждой семьи, лежит жертвенность, возможность отдать своё ради ближнего. А это всё плоды Духа. И без помощи Божьей вселить совесть человека, сделать человека духовными жертвенными – просто невозможно. «И мы очень благодарны всем вам, неравнодушным людям, а конкурс показал, что в самых разных сферах и то, что наша нация настолько щедра на талант, на выдумку, на совершенно такие нестандартные, оригинальные, смелые решения предложений, ещё раз говорю, что мы на правильном пути и быть в семье Беларуси великой, могучей, процветающей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова